Глава 51. Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа. Взгляйте на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Тем он говорил, кто спорит со мною, а этим послушайте меня. Тем, говорит, судите, а этих он научает. Все ищущие Господа и правду будут научены. Но к тем хотя бы и пришел кто-либо и стал кричать в уши, однако труд его будет напрасен. Кто же ищущий Господа? Тот, кто стремится к справедливости и одобряет правду. Праведным же называется не только тот, кто не служит жадности, но и тот, кто не повинен ни в какой дурной страсти. Не напрасно говорится, ищите то, что справедливо и хорошо, так как он часто говорит о тех, которые следуют жадности и служат иным дурным страстям. Итак, нам необходимо следовать справедливости и искать правду. Таким образом, человек может находить Бога, потому что, когда кто-либо ищет чего, то ему предстоит это найти. Пусть слушатель будет весьма доблестным и одаренным добродетелью. Однако ему необходима премудрость, так как сила и крепость одни не в состоянии убедить слушателя, если ему не будет присуща премудрость. Писание превозносит похвалами мудрого слушателя, говоря, «Ей же, Господи, отверзи сердце внимать, что что говорит Павел, а в другом месте, и будут все научены Богом». Да и в настоящей книге выше говорится, «Приложи мне ухо, чтобы слышать». А премудрый говорит, «Бог дает премудрость, и от лица его познание и разум». Притча 2.6. «Воззрите на скалу, справедливо сказал скалу, сравнивая естественное неплодие с твердостью камня, так как у троба Сары была пустая и бесплодна, и вместе всем показывая, что наше рождение есть дело рук Божьих. Не одна только природа нужна для этого, но Бог творит и образует. Не так, как первого человека, но способом, однако, не особенно отличным. Подобно тому, как человек был сотворен, так теперь, хотя и воспринимает нечто из утробы, сам творит. Справедливо, пророк сказал, не только камень, но и твердый камень. Здесь было не одно неплодие, а также старость. С Сару он сравнивает с глубоким рвом. Ров также бывает бесплодным, потому что он не бьет на подобие источника, а только сохраняет собранную воду, не умножая обилие воды. Эти слова, посмотрите на Авраам, отца вашего, на Сару, породивший вас. Говорит тем, который утверждает, что те трудные события не могут совершиться. Из прошедших событий он убеждает их в этом. Вам должно верить моим словам. Если вы не верите, то я буду убеждать вас прошедшим. Если я только от одной женщины произвел множество народа, и она породила всех вас, хотя родила одного Исаака, ради которого была изменена бесплодная природа утробы. Таким образом, если я именно совершил это, то уже ли я не выведу вас из плена? Для меня совершенно легко сделать возможным то, что ни для кого невозможно. Для того, чтобы вы имели такое убеждение, вам достаточно обетований предков. Скорее, их было двое. Другие же говорят яснее. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родивший вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Именно он был один по природе. Сотвори им, говорит Бог, человека. Мужа и жену сотворил их. Таким образом, человек есть мужчина и женщина. Один глава, а другая тело. Но я совершаю что-либо не со множеством работников, и при малом количестве их, не теряя присутствие духа, но всегда и везде ищу добродетели. Я умножил его не в своей стране, но в чужой земле, для того, чтобы было ясным. Что для меня все весьма легко. Почему же он не упомянул об Адаме, обстоятельства жизни, которые могли удобнее убедить их? Потому что они всегда думали об Аврааме. Присоединить сюда также и то, что этот был известен им более. Он не был лишен никакой добродетели и был одарен весьма многими обетованиями. Возлюбил его, говорит, и размножил. Он не говорит о причине, чтобы они не подверглись отчаянию. Полагаю, что Авраам назван возлюбленным и был умножен ради своих добродетелей. Именно они могли говорить. Но мы, лишенные всяких добродетелей, каким образом будем ожидать спасения? Равным образом он прибавляет. И тебе ныне утешусь он, и утешу все пустыни его. Симах говорит, вас созижду. Бог призвал Авраама не ради юношеских добродетелей, хотя писания говорят о добрых его нравах, но потому что он предвидел будущее. Подобным образом он говорит, вы нуждаетесь в великих примерах, для того, чтобы не сомневались более. Ведь и утроба Сары была весплодна. И здесь он называет ее пустынной землею. Но сравнение этих двух предметов, именно делание пустынной земли плодородной, и наполнение бесплодной утробы не совпадает одно с другим. Руки земледельцев могут сделать землю плодородную. Но наполнение бесплодной утробы зависит совершенно от божественной силы. Потом нет никакого сравнения между следующими двумя предметами. Призвать одного и размножить его, и сделать множество через призвание многих. Далее освободить от неприятелей, и против их воли возвратить пленника домой. Не одно и то же, что привести человека из своей страны в чужую, так как освобожденные были возвращены тотчас. Таким образом им должно было убедиться, что он легко совершит то, что было малым, после того, как им было сделано великое, и утешу пустыни его, что делаю, как рай. События будут таковы, что они опять могут благословлять Бога, хвалить Его, и вместе с тем извлекать отсюда весьма большую пользу для своих нравов. Стих 4. «Послушайте меня, народ мой и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов». Почему он повторяет первые слова? Потому что он говорит о великих вещах, которые совершатся. Закон от меня выйдет. Он опять слегка касается будущего. Полагает закон, и есть дело более прочего необходимое. И это отличает нас от лишенных разума. Что польза имеет дар слова, когда мы лишены правильного разума? Страсти, которые мы подвергаемся, делают ум пустым, и потому происходит то, что способность говорить, которую нам следовало отличается среди прочих. Мы изменяем в болтливый нрав неразумных животных. 301. Том 6. Но у тех гнев тотчас успокаивается, у нас же упорствует ненависть. У них не бывает зависти, у нас же она всегда воспламенена. Таким образом, законодатель и закон – это первая и великая помощь. Потому иноплеменники, а также завоеватели городов, считали законодателей большими благодетелями, чем своих родителей. Это справедливо и заслуженно, так как последние дают жизнь, а те учат, как проводить честную жизнь, вследствие чего происходит защита и твердость. Ни стены, ни войска, но справедливые законы делает государство безопасными. Так точный человек освобождает от болезни не крепость и здоровье тела, но добродетели духа и правильный порядок жизни. По этой причине один мудрец говорит, «Лучше мудрый, крепкого и муж разумный, имеющий земледельца великого». Притча 24.5 И помощь его выше десяти князей в государстве, а также оружие же чувствию у сна премудрости. Притча 24.7 Мы постоянно видим, что выдающимися людьми становятся не крепкие телесную силою, но великие душевные добродетелию, так как и корабль растекает волн не потому, что он велик, окован местью и имеет несокрушимые борты, но потому, что имеет управителя, который направляет его по своей воле. И суд мой во свет народов. Поистине, их просветило знание судов и понимание законов его. Видишь ли пользу суда? Мрак удален, страх отогнан, страсти изъяты. Подобно тому, как появление судьи обращает в бегство воров, грабителей, трупов и разбойников и всякого рода злодеев. Так точно, когда рассудок получает свою силу и садится на престол суда, он удаляет все вредное, а усвояет и делает приятным все полезное. Не видел ли ты в городе, каким страхом охватывается, когда садится на суде судья, не только виновные, но также и невинные? Таким же образом, когда ум бывает здрав и подобно судья садится на трон суда, страх и трепет превращает в бегство то, что было прежде сделано незаконного. Не только обличаются неправые мысли, но и невинные движения ума боятся и охватываются страхом. Подобно этому, когда судит Бог, то даже звезды не объявляются перед ним чистыми и не оправдывается сам Павел. «Ибо хотя я за собой ничего не знаю, но тем не оправдываюсь». Таким образом, когда ум произносит в себе суд и надлежащими обличениями исследует изъяны, то ничто не пригоден для оправдания его по сказанному. «Кто похвалится, что имеет сердце чистое? Или кто дерзнет сказать, что очистил себя от грехов?» Притча 39. «Кроме того, написано, нет человека праведного на земле, которого делал бы доброе и не грешил бы» Клисиасту 7.21. «А также, кто скажет в сердцах ваших, что он не согрешает? Итак, вы скажите в сердцах ваших и размышлите на ложах ваших». И сам Павел говорит, да искушает себя человек, испытывает. И опять, если бы судили себя, то не были бы судимы. Не без причин он повелевает нам рассуждать о себе самих. Ты не осмеливаешься и не желаешь возмущать свои совести, исследуя свою жизнь, для того, чтобы не иметь побуждения изгнать найденные весьма многочисленные грехи. Мы знаем, что многие одержимы этим пороком. 302. Из того, что случалось со мной, я считаю, заисследованное и достоверное то, что происходит с остальными. Я сам, хотя часто, желал спокойно взвесить всю свою жизнь и тщательно исследовать, но никогда не решался, чтобы не угнетать своего ума чрезмерной скорбью и печалью. Если бы мы пожелали тщательно и внимательно испытать все наши грехи и привести их себе на память, то, конечно, тогда наши старания были бы истинными и чистыми. Если же мы тщательно беспокоим ум и предаемся бездействию, в таком случае какая нам от этого будет польза? Да и что скажет за приятность исследовать свою жизнь только за тем, чтобы подвергаться величайшей скорби. Здесь мы терзаемся духом, а там будем подвержены наказанию. Но я утверждаю, что такая печаль весьма полезна. Если тебе досадно исследовать себя, то ты потом ревностно будешь остерегаться думать о грехах. И не в этом только будет польза для тебя, но ты будешь иметь клятву Бога относительно того, что Он к тебе будет снисходителен по написанному. «Скажи ты беззаконие твои прежде, чтобы оправдать тебя». Если только сказание своих беззаконий оправдывает, то тем более, когда у тебя будет такое великое исповедание их. Для грешника нет большей пользы, как всегда иметь в уме перед глазами свои грехи и как можно чаще сокрушать и испытывать себя. Ничто, скорее этого, не умилостивляет гнев Божий, ни посты, ни лежания на земле, ни бдения, ни иное прочее в этом роде. Я покажу тебе это из священного Писания. Я сказал, «Исповедуй беззакония моих перед Господом». И говорит, «Не видишь ли, какая сила заключается в этих словах?» Псалом 31,5 «Исповедаю Господу беззакония моих, сказал я, и ты оставил нечестие сердца моего». Говорит, «Сказал, не видишь ли, какая сила заключается в этих словах? Скажи беззакония твои прежде, чтобы оправдаться». Уже ли Бог не знает, если ты не пожелаешь объявить об этом? Разве он не имеет в себе всеведущего знания, благодаря которому все, что совершается, является как бы написанным в его уме? Но говорят, «По крайней мере, мы не подвергаемся мирскому позору, и никто нас не осмеивает и не презирает. С такими соображениями ты не можешь избежать из действий насмешек и достичь будущих благ, если ты скажешь, каким образом это может быть? Я тебе отвечу, «Пользуясь таким утешением, мы будем совершать здесь все большее преступление, а там будем преданы вечным наказанием и мучению». Стих стеты. «Правда моя близкая, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы, а острова будут уповать на меня, и надеяться на мышцу мою». Он говорит о своей праведности, которой он пользуется как здесь, так и там. Не только говорит, приближается, но приблизится, скоро правда моя, мой суд, но не милосердие. И выйдет, как свет спасения мое, как свет, что иное означает это выражение, как не явно и внезапно. Острова будут уповать на меня, и надеяться на мышцу мою, надеяться на мою силу. Во всех этих выражениях одно и то же значение. Стих 6. «Поднимите глаза ваших небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут как дым, и земля ввечает как одежда, и жители ее также вымрут, а мое спасение пребудет вечным, и правда моя не пристанет». Смотри, как пророк приводит примеры для того, чтобы показать легкость возвращения, подобно тому, как совершилось в Египте, и что случилось с Авраамом. Теперь опять возвращаясь к творениям, он говорит о силе Божьей неба как дым. Акила говорит, небо свернулось как дым. Северокеон говорит, небо будет как твердая соль. Темно-синий хрустальный цвет неба пророк сравнивает с формой прозрачной соли. 70 царковников говорят как дым. Ясно, что никто не может сделать дым твердым, только Божий всемогущий стер. Земля же как риза обвечает. Пророк представляет безумно противоположные вещи. Бог сделал твердым то, что было нежным, и сделал мягким то, что было твердым, показывая, что ему легко все делать. живущие же на ней все умрут, то есть те, которые обитают на этой земле. Мне кажется, что здесь пророк своими словами желал обозначить также небо, потому что он не сказал, как сия земля, но как сия то есть небо и земля и замрут. Бог может разрушить то, что есть ничто иное, как дым. И конечно, если Бог желает, то Он может рассеять небо, как дым, так как оно имеет твердость не по своей природе, но по воле Творца. Для того, чтобы оно было прекрасным и блестящим, Он сделал его нежным и легким, сохраняя его силою. Если я могу разрушить небо, то тем более я могу уничтожить людей ваших врагов. пожелаю. Таким образом, для посрамления людей развращенных, Он прибавляет такие слова меня, знающие правду закона. Стих 7. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословий не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет вовек, спасение мое в роды родов. Никого не выявляет бесчестия и клеветы, потому из этих слышит Господь Бог Свой слова Рапсака, как Он упорял поносит. И сам Давид говорил избавь меня от слюветы человека. Из-за пористания Бога в скором времени сошел гнев. Пророк живет как в эпическом пористании людей. Давид действительно отомстил своему пророку семей, но он не сам убил его, повелел убить своему сыну, хотя семей никогда не сделала вреда, для того, чтобы и других подобных ему удержать. Люди Мои и потом как сукно изъест их моль. Эти слова говорите о порицаниях или о порицателях, почему и прибавляет правда моя, что там Христос сказал радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда. Если приедет небо, то есть форма небес, которая теперь не погиба, а также человеческая природа изменит свою форму, тогда что останется твердого и устойчиво. Спасение мое в роды родов. Что ты говоришь? Жили спасение будет и тогда, когда ты подвергнешь наказанием и поразишь? Конечно. А для погибших это не спасение, а правда, но и искусственное спасение. Веки вечные не могут воспрепятствовать спасению и правду. Подобно тому, как невозможно не быть Богу, а напротив необходимо ему быть всегда и жить по веку. Анастас говорит правда и спасение. Если же кто скажет, почему люди не ровно они ответят словами в написании. Помилуй меня Богу, и милости твоей. Солмопевец назвал милость только единство. Какова она, он сам не знает. И по множеству щедрот здесь он утверждает, что щедроты многочисленны, но как велик щедрот он совершенно не знает. И сам Павел говорит о величестве силы его. Но каково он значит. И потому он называет его величеством. Даже величеством. Чтобы ты не осмелился его никогда исследовать. Тем более ты будешь исследовать, тем более оно будет превосходить твоего. Если бы ты мог когда-либо обнять его угод, величество превосходящее. Он говорит благодарение Богу за неизвечебный дарь. Ничего не может исповедать его. Но посмотрим. Невозможно каким-либо образом уразуметь то, что невозможно исповедовать. чтобы мы не могли даже понимать того, что мы не можем мир превышает всякий разум. Потому что мир в восходящее всякое разумение. Здесь в верунке так о величайшей горах. Что же скажем о милосердием? Мир есть в велик и в милосердие обратимся умом к тому где особенно находится милосердие Божие Бога не видела на терпл человека не приходило что Господи говорит если же иногда бывает речь относительно меры милосердие Божие имеет такую меру вот я разъясню как ущедрит отец сынов так ущедрит Господь боясь Евангелие же читаем так если вы будете делать дела делать для детей вас там хоро забудет ли женщина грудной дитя если она забудет то я не забуду себя эти примеры приведены здесь не позволяем показать что мера милосердия его одинаково с теми но потому что мы не знаем милосердие больше отеческого оно является самым великим в наших мыслях чтобы ты таким образом верил в сказанное выслушай что говорится если она забудет то я не забуду тебя говорит Господь таким образом когда ты слышишь как отстоят восток от запада удалил от нас беззаконие наше не думаешь что такова только таково расстояние но считай его гораздо так как ты не знаешь иной меры больше той но пользовался известным тебе примером но что это расстояние гораздо ясно из следующих слов истребив здесь таким образом больше чем отдаление грехов то что отдалилось может прийти вновь но то что однажды потом потом в ином месте говорится отец щедрот и бог всякой сирии 2 коринчином 1.3 что же он желает показать мне кажется что он показывает этим что милосердие его подобно тому как непостижим он сам так как непостижима его сила но таково же и все то что относится к этой сила и творит все что хочет а потом у бога все возможно тот кому принадлежит неизмеримая сила необходимо одарен неизмеримой также премудростью таким образом если нет меры его премудрости то уже ли мы можем измерить его милосердие никоим образом мы всегда должны мыслить что то милосердие которым все установлено неизмеримо сверх того о его любви также говорится ибо так возлюбил бог мир что отдал сына своего единородства а суда же его говорится судьбы его бездна а милосердие творящие милость за тысячи родов мы не желаем побуждать вас к ленности но оживляем добрым бездна божьим тех которые находятся безнадежды поистине как велико милосердие его так велик гнев его так и христос говорит радость будет на небесах и на земле но увы что такое человек если говорится все народы как капля от дождя и как плюновение и как притяжение веса если говорю все люди вменяются таким образом то как будет только один достоин явиться пред лицом господа особенно когда он грешник но спасение человеческое служит для бога предметом такой заботливости что он ради одного кающегося грешника подвергает радости небо и землю что иное может сравниться с таким попечением но ты не думай что сын постан богом отцом только для спасения всего мира если бы только один человек нуждался в искуплении то тем не менее бог не нашел бы недостоин послать своего сына скажут какими соображениями ты можешь это подтвердить выслушай говорящего павла предал себя за всех нас это есть также признак справедливости потому что не сказано за богатых и сильных а не за бедных или за мудрых только а не за немудрых за неимущих а не рабов но за всех так что он всех ценил одинаково но в иных словах апостол говорит что он предал себя за него а что ныне живу во плоти то живу верой в сына божий возлюбившего меня и предавшего себя за меня галатом 2.20 что ты говоришь павел уже ли ты желаешь ограничить дары божии не ты недавно сказал который сына своего не пощадил но предал его за всех нас почему же теперь говоришь предавшего себя за меня конечно говорю для того чтобы показать тебе что хотя бы нужно было предать сына ради одного и тогда бог ни под каким условием не отказался бы исполнить это желаешь ли чтобы я показал тебе это с помощью какого либо сравнения но разве не одна только погибла овца 99 уцелели однако медлил ли он не предпочел ли он оставить тех и пойти по горам равнинам и долинам прекратил ли он свое хождение прежде чем нашел ее разве остальные не могли бы быть для него утешением когда отсутствовала одна только подобного рода вещи проявляется там где конечно существует горячая любовь также и жадный к золоту хотя он имеет много денег если потеряет одну монету подвергается сильной скорби потому что он любит всю силу своих денег посмотри пожалуйста на любовь его после того как найдена одна овца с каким попечением и любовью он полагает ее на свои плечи он не наносил ей ударов не подвергал ее какому-либо иному наказанию конечно таково свойство любящих и расположенных людей что даже когда их оставляет друзья когда они удаляются даже вредят им они ни под каким видом не гневаются на обиду но только желает возвращения и примирения какие обиды мы наносили богу или как возбуждали гнев его но бог пстил ли нам после этого никак но он даже говорил я не пришел чтобы судить мир но чтобы спасти мир почему же вы бежите почему удаляетесь мы как посланники христа говорит и как бы сам бог просит примиритесь во христе с богом 2 коринчанам 5.20 но неужели это после оскорбления и бесславия конечно говорит и тогда примиритесь и так поспешим и мы чтобы он примирился так же с нами стих 9 восстань восстань обликись крепостью мышцы господни восстань как в дни древние в роды давние не ты ли сразила раава поразила крокодила если всячески должно повиноваться царю повелевающему что-либо то тем более богу когда он кому-либо что повелевает но все переводчики еврейский текст излагает здесь так как будто пророк говорит с богом акива говорит стань восстань и крепость облики в мышцу твою здесь у него непосредственно читается то слово которое обозначает имя господнее а у семидесяти по выражению восстань относят к иерусалиму как ясно из последующих слов потому что прибавляет не ты ли а пустошающее море ничто не препятствует понимать эти слова об иерусалиме все бывшие чудеса совершались ради народа как он называет иерусалим бог говорит действовал но все это совершалось для народа по этой причине пророк обращает речь к богу чтобы показать что те чудеса совершались им ради народа то есть ради иерусалима итак оставив кажущееся сомнение которое в действительности не есть сомнение и возвращаясь к начатому найму будем объяснять по переводу семидесяти облекись крепость мышцы твоей этим пророк обозначает отвержение грешников подобно тому как по окончании болезни больной выздоравливает и крепнет так и после удаления грехов выздоравливает души греховная грязь уменьшает душевные силы часто развивает болезнь расслабленная и согбенная жена а также коринфи не которые были немощными за грехи пусть выскажет свидетельство относительно этого не говори что форма тела не уродуется вследствие грехов подобно тому как вследствие болезни тела уменьшается острота души так и тело бывает участником болезни души и все это есть даже дело милосердия божия дух с трудом узнает о своей болезни и казни грешников а потому бог установил чтобы тело также чувствовало таковые труды так чтобы мы побуждались к исправлению зол которыми мы связаны через телесные болезни если желаешь то прежде всего исследуем гнев не видишь ли ты каким образом гнев обезображивает тело потому премудрый говорит что муж ярый неблагообразен притча 11.25 то что гнев губит и душу ясно из следующего гнев губит и разумных притча 15.1 таким образом по телу заметно когда оно бывает угнетено бременем зол то и душа также подвержена таким же тягостям таким же образом когда дух находится под бременем то и тело принимает в том же участие добродетель делает здоровыми не только души но также и тела сохраняя их от разложения наподобие острой и холодной зимы восстань восстань Иерусалим после опустошения он был громадной развалиной он не только был испровергнут до основания не только были разрушены здания но отверженный город сидел во прахе и горел от огня грешников благочестие было на словах так как он был сильно поврежден грехами и беззакониями плен же принес ему весьма большую пользу кем было это совершено по какой причине Иерусалим подвергся наказанием и каким образом он мог освободиться от жестоких уз относительно этого учит этот самый пророк он учит что как падение Иерусалима произошло от него самого так от него же самого произойдет воскресение и восстановление прежней добродетеля потому он увещевает Иерусалим только к этому то что от него самого произошло падение восстановления ясно из следующего восстань облекись крепостью как в древние дни в роды давние здесь говорится об египтянах и о переходе через море твоей ли силой совершилось все это ты не мог совершить этого сам собою но все это совершила и довела до конца рука Божия эти слова пророк говорит для того чтобы ты знал что все совершено ради тебя чтобы и ты не думал что Бог делает что-либо напрасно и необдуманно он делает не прежде чем ты подал повод к этому на что говорит мне показывает великое и удивительное народ кричал и стонал вследствие своих притеснений и я увидел озлобление людей моих и вопль их услышал то что Бог сделал через Моисея пророк приписывает народу видишь ли как могуществен тот кто повинуется Богу и как бессилен противящийся Богу не от тебя самого тогда была сила и не вследствие твоей слабости пришли настоящие бедствия но первые ты получил ради своей добродетели а последние пришли на тебя ради твоих грехов обрати внимание на то что он говорит они подверглись разрушению вследствие гордости и вследствие какой-то надежды которая не принесла им никакой пользы если таким образом те погибли по причине своей гордости то эти также пребывающие в безумии каким образом могли освободиться Бог не только истребил их но подверг также смеяние и позорище так как падение на землю показывает слабость падающих то поэтому и они египтяне за то что топили мальчиков в водах сами потонули в водах подобным же образом вспомни говорит о прежней славе твоей научись если желаешь тому что тебе присуще великой добродетели не ты ли опустошающий море не говори что ты победил равных себе народов когда ты победил как бы самую природу была изменена природа ты почти господствовал над творениями когда благоволил к тебе господь творений который никогда не завидовал тебе ты же как искренний друг повелевал творением друга ты подверг мучениям своих неприятелей сам же имел новый путь пророк потому исчисляет чудесные благодеяния чтобы напоминанием древних добродетелей убедить их любить бога побудить их к тому чтобы они теперь как прежде обратились к господу он есть говорит бог твой и придут на сион с пением и радость вечная над головой их они найдут радость и веселье печали вздохи удаляться на голове их будет радость как бы некоторый венец или трофей хотя говорит отбежит болезнь и печаль это тогда сказано относительно их образно но впоследствии это должно было совершить в действительности отбежит болезнь так как множеством грехов мы навлеклись скорби печали и воздыхания то поэтому пророк говорит если ты исторгнешь корень то тогда иссохнет и то что произошло от того корня так как ты избрал себе тяжелую жизнь то когда начнешь говорить почему Бог дал нам тяжелую жизнь тогда вспомни о начале ее вспомни что мы сами были причиной наших притеснений Бог не желал чтобы в нашу природу вторгались печали так как сотворив ее он даровал ей величайшее благо если если ты не веришь этому то выслушай священное писание которое говорит и сотворил Бог человека правым праведным а они уклонились от множества помыслов выслушай труда то теперь ради меня приходит наконец радость точно так же и Павел часто говорил радуйтесь всегда в Господе ибо древнее прошло если смерть не есть более смерть то и печаль не есть более печаль и так если сокрушено жало смерти то разрушены также и действия грехов потому что печаль входит в душу вместе с грехами тогда говорит отбежит отбежат скорби и печали и воздыхания отбежит же это означает не что иное как удалить стих 12 я я сам утешитель ваш кто ты что боишься человека который умирает и сына человеческого который тоже что трава я всегда один и тот же хотя изменилось положение вещей однако я не изменился но тот же который был справедливо сказано я утешающий тебя потому что все блага бывает ничем когда нет того кто утешает поэтому и Павел говорит утешающий нас во всякой скорби нашей будем же всегда молиться тому кто причиняет печаль и дает долготерпение для нетерпеливых никогда не будем стремиться к тому чтобы быть богатыми но к тому чтобы только Бог благоволил к нам при Божьем благоволении мы будучи бедными можем быть радостны когда же Бог гневается то хотя бы мы были богатыми состоятельными мы все будем томиться от печали когда Бог нам враг то хотя бы у нас были и блага и друзья от них не будет никакой пользы когда же Бог к нам благорасположен то ничто враждебное не может повредить нам справедливо пророк приводит на ум знатности у Иерусалима как бы какой-либо царской дочери которая боится своих слуг скажи пожалуйста кем бы ты был эти слова кем ты был обозначают многое во первых то что он народ еврейский прежде прочих людей познал Бога потом ты один был освобожден от заблуждений ты один почитал добродетели тебе одному я открыл сокровенное и невидимое своей премудрости по сказанному не сделал я того никакому народу и судеб своих не явил им какой народ Бог избрал таким образом или кто когда-либо слышал голос Божий как слышали они кем ты был что более привлекает тебя телесная доблесть или душевная мудрость благо которые пришли издалека или благо которыми ты пользовался дома кто был и почему боялся ты человека смертного разве я не даровал тебе жить жизнью бесплотных сил если не открыто то то как бы прикровенно я даровал тебе таковую жизнь в течение сорока лет ты не обрабатывал земли и не собирал жатвы и тем не менее ты пользовался всеми благами хлеб небесный дал им хлеб ангельский ел человек ничего человеку не дается без труда кем ты был и почему убоялся ты господствовал над самой смертью бог прежде явил будущее и весьма часто освобождал их от бедствий он был бессмертным потому что имел бога как бы своим вождем он мог столько сколько сам желал который как трава высыхает видишь ли без силы природы хотя она внушила тебе страх но не своей силой а по причине твоего бездействия кто боится сена или как если бы кто сказал нам кто ты таков и почему боишься дьявола он повелел тебе попирать змея почему же ты боишься его сам христос с тобой почему же ты боишься врага стих 13 и забываешь господа творца своего распростершего небеса и основавшего землю и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя как бы он готов был истребить но где ярость притеснителя скоро освобожден будет пленный и не умрет в яме и не будет нуждаться в хлебе я господь бог твой возмущающий море так что волны его ревут господь саваоф имя его я вложу слова мои в уста твои и тенью руки моей покрою тебя чтобы устроить небеса и утвердить землю и сказать сиону ты мой народ воспряни воспряни восстань Иерусалим ты который из руки господа выпил чашу ярости его выпил до дна чашу опьянения осушил одно дело творение и промышление а другое могущество и попечение ни одно и то же забыть отца и бога которые есть первая истинная причина ты не увидел бога сотворившего тебя но разве ты не видишь небо которое всегда приводит тебе на ум творение куда бы ты ни пошел небо представляется тебе как какая-либо твердая устойчивая статуя оно окружает тебя говорит и проповедует о творце и куда бы ты ни пошел везде ты найдешь небо учителем и так он есть господствующий над всем этим положу слова мои в уста твои подвершись многим бедствиям они решились также утешения возвещать определение Божие поэтому и говорит а один из переводчиков говорит сделай то что ты будешь всегда размышлять о законах Божиих чтобы таким образом возбудить попечение твое и желание 17 восприни восприни восстань и Иерусалим так как пророк выше сказал кем ты был и почему боялся гнева ярости врага то для того чтобы Иерусалим не думал что он подвергся наказанием от людей он и прибавляет от руки Господней испил ты чашу ярости писание всегда называет наказание чашей пророк же прибавляет короткую чтобы показать угрожающее наказание Божие а так как таковое наказание сходит глубоко в самое сердце то пророк говорит ты и спил он приводит справедливую причину и так как гнев следовало у милости ведь то говорит ты исполнил меру наказания и спил опустошил чашу так что от наказания не осталось ничего но чтобы показать что никто не мог помочь ему Иерусалиму пророк говорит и не было утешающего тебя некому было вести его из всех сыновей рожденных им и некому было поддержать его за руку из всех сыновей которых он возрастил он напоминает им о великих и горьких наказаниях говоря что они не только подверглись скорби но так измучились от несчастья что в их бедствиях не нашлось утешителя говоря не было утешителя пророк не обвиняет сынов его но этим старается научить что наказания произошли с неба так что даже и самые сыны не желали утешить своей матери почему ты бежишь к чужим когда даже среди твоих домашних не было тебе никакой надежды когда наказывает бог то не должно полагать надежды ни в обилии войска ни в крепости городов уже ли сыны твои которые сами нуждаются в утешении кроме того кто в состоянии переносить голод и так чтобы научить тебя что война происходит так же с неба он послал так же голод то есть они были полумертвыми вследствие опустошительного голода пророк говорит были исполнены ярости господней тебя тебя постигли два бедствия кто пожалеет о тебе опустошение истребление голод и меч кем я утешу тебя сыновья твои изнемогли лежат по углам всех улиц как серны в тенетах исполненные гнева господа прещение бога твоего смотри когда он был уже готов освободить их он показывает угрожающим великие наказания и что никто не может отвратить таковых бедствий так чтобы и после благодеяния они не забывали о благах или о грехах ради которых они подверглись наказанию и так выслушай это страдали все опьяневшие но не от вина так говорит господь бог твой господь и бог твой отмщающий за свой народ вот я беру из руки твоей чашу опьянения дрожь из чаши ярости моей ты не будешь уже пить ее воспоминания то о грехах что о наказаниях и благодеяниях полезны людям бог измышляет многое подобное чтобы побудить нас к смирению и пользе другим приводил он на ум их воспоминания не только о благодеяниях но также и о наказаниях после благодеяния именно обо всем что совершилось в Египте и что во время потопа знамением потопа была радуга грех садомлян показывает попаленная земля радуга видимо по всему земному кругу знамение же греха садомского не повсюду видно смотри таким образом небо и земля представляют знамение гнева божия одно усматривается очами другое же возвещается прочим людям по слуху медный змей был знаменем относительно иудеев листы жертвенника были также знаменем мы имеем много знамений ада слабостях болезнях тяжких наказаниях так что из этого мы можем гадать о будущем кто не слыхал о гневе излившемся на садомитян где среди язычников не было слышно об этом а наказание иудеев разве недостаточно для того чтобы мы познали будущее наказание город разрушен храм сожжен скорби притеснения рассеяния тех которые распяли Христа все они без полей без городов без дырявых в дырявых платьях блуждают по вселенной то что они рассеяны не силой человеческой ясно из того что иногда при помощи Божьей они побеждали македонян персов и медян но великая сила распятого их рассеяла и разбросала таким образом когда Финиес убил одного человека то он получил велитие блага когда сам Моисей сделал то же то и ему были величайшие дары теперь же если они убили действительно противника Божия то почему же они подверглись мучениям почему они рассеяны и разбросаны по вселенной кто не верит в адские наказания тот пусть обратит свой ум на наказание происходящее с иудеями или на наказание сапфиры и анания которые посвятив прежде свое имущество Богу потом погибли как грабители храма не нерави ни